всем добрейшего времени суток семейка адамс интересная франшиза про весьма неординарную кавычках типичную американскую семью как они себя называют существует она уже давным давно и вопреки любителям 90-х нет началась она не с фильма 91 года а с газетных карикатурных зарисовок еще с 30-х годов потом это все дело превратилось весьма популярный телесериал 60-х годах затем уже пошли мультики полноценные полнометражные фильмы ну и само собой видеоигры тоже адамсы это такая семья в которой буквально все перевернуто все с ног на голову а их пристрастия ну скажем так довольно жутковаты они носят черное загорают под луной выращивают плотоядные растения а их комната развлечений это пыточная с дыбой железной девой виселицей и прочие радости жизни скажем так само собой это мракобесие отлично подходит под тематику хэллоуина ну и я решил взглянуть какие же видеоигры выходили про эту сумасбродную типичную в кавычках американскую семейку первая игра вышла в восемьдесят девятом году на нас от санцов под названием фестерс квест это топ-даун шутер про дядю фестера который решил остановить вторжение инопланетян принципе почему бы и нет в сериале шестидесятых годов чё только не творилось и к сожалению данная игра является явным показателем того что санцов далеко не всегда выпускала годноту свое время да хоть игра и неплохо выглядит и здорово звучит в плане геймплея знаете создается ощущение что авторы всеми силами хотели как-то испортить игроку жизнь для начала у вас всего-то два удара и никаких дополнительных жизней да в случае использования continue все сохраненное так сказать не по сильным трудом нажитые предметы вроде лампочек там ключей динамиты и прочего это все остается при вас но начинайте вы все равно с самого начала а игра в принципе так-то линейная вторая проблема это ваше оружие она ну скажем так буквально просачивается сквозь врагов да она прокачивается но к сожалению помимо усиления она зачем-то меняет траекторию своего полета на местами откровенно идиотскую вплоть до того что почти невозможно им пользоваться нормально опять же врагов она зачастую просто избегает а в узких пространствах им вообще воспользоваться невозможно третья проблема это предметы они выпадают случайно из врагов и используются везде и к сожалению одноразовые да даже ключи чтобы войти в дома или монеты чтобы восстановить здоровье слопав очередной бургер самое веселое что есть еще и даунгрейды например сделать ваше оружие слабее или вообще вас замедлить прибавьте к этому всему крайне живучих врагов который еще и бесконечно респауниться пачками и вы получите наверное один из самых отвратительных топ-даун шутеров на системе да это конечно не карри вориорс но блин местами даже еще хуже благо ни одним фестером един ибо в девяносто первом году вышел фильм да да тот самый который у нас все любят но и само собой попер мерч частности по этому фильму игр вышло с 91 по 94 год достаточно много в принципе практически на всех тогдашних платформах куда ни ткни на каждой системе была своя версия семейки адамс отличия между ними само собой были но в своей основе почти все они совпадали вы управляя главой семьи гомезом адамсом должны были найти всех членов семьи где-то на просторах вот этого вот огромного особняка и прилегающих территорий и все эти игры сделаны по принципу своеобразного квеста то есть вам как бы дается единая огромная локация и типа полная свобода действий мол куда хочешь туда и отправляйся проблема в том что игры все равно требует какую-то определенную последовательность действий например в 8-битных версиях вы сразу можете увидеть пак зле торчащего ногами вперед из стены но чтобы его оттуда вытащить нужно сделать зелье уменьшения и вот пока вы его не сделаете соваться к нему в принципе бесполезно то есть как бы игра несмотря на всю свою в кавычках открытость все равно требует четкой порядок действий а вот какой этот самый порядок вот тут метод тыка вам помощь и вот тут как раз и начинают возникать проблемы причем опять же в каждой версии они свои в 8-битных версиях вас дамажит практически все жизни можно лишиться тут в считанные секунды а конты у вас не бесконечны портативных версиях вам мешает банально сам экран он мал и зачастую откровенно не видно куда ты идешь или прыгаешь 16-битных версиях комис видать свои тапочки маслом намазал потому что такой дичайшей инерции я наверное в платформерах никогда не встречал даже в ледяных уровнях в общем идея у этих игр в принципе так то неплохая но вот реализация там несколько подкачала однако есть среди всего вот это вот одна игра которая выделяется на их фоне это версия для turbo graphics сиди вы по-прежнему бродите по особняку адамсов и его окрестностях но на этот раз ваша задача найти спрятанные сокровища а члены семьи адамс будут вам на этот раз мешать версия знаете получилось довольно таки интересная но при этом тоже крайне хардкорная к тому же она малоизвестная я не видел чтобы вообще хоть кто-нибудь про нее упоминал но опять же версия довольно таки интересная и я рекомендую и попробую девушку третьем году только для snes вышла игра с припиской пак зли скевенджер хан это вновь обычный 2d платформер но как понятно из названия теперь он про пак зли вещь довольно раздражающая ибо пак зли слишком резкий и нарваться на врага здесь очень и очень просто а здоровье вам дают мало восстанавливают его еще реже так что да не особо сильно далеко ушла от например той же 16 битной версии оригинала примечательно эта игра по большей части не своим геймплеем или сюжетом или еще чем-то а наебательством со стороны издателя дело вот в чем игра с таким же названием также выходила на нес и геймбоя но на самом деле это порт 16 битной версии прошлой игры просто спрайт гомеза заменили на пак зли вот с кого китайцы взяли идею спрайт хаки делать на эти я шучу конечно но вообще если серьезно то ситуация действительно очень и очень противно и мне вот было бы интересно спросить мнение у человека например snes который в ту эпоху купил две разные игры но по факту получил одно и тоже девяносто четвертом году на snes и мегадрайв вышла игра по фильму ценности семейки адамс это уже приключенческая игра с видом сверху в духе зельды ходим по локациям общаемся с нпс и сражаемся с врагами собираем всякие предметы тут даже инвентарь похоже мне в целом понравилось оформление игры она такой мрачная жутковатая атмосферная в общем под тематику подходит отлично но это как-то не мой жанр есть честно в этой игре застрял даже уже в первой локации я просто не понимаю куда идти чу делать на этом казалось бы видео уже можно и заканчивать но как говорится маховик ремейков и ребутов добрался да и до семейки относительно недавно вышел новый фильм про эту семейку на этот раз анимационный с крайне всратыми визуальными дизайнами главных героев но мы закроем пока на это глаза ну и да в 2021 году по ней вышла новая игрушка и это очень очень простенькие детские платформеры я не шучу тут даже нет концепции проигрыша как такового как только вы умираете вас на том же месте тут же и воскрешают цель игры просто дойти до конца уровня собирая монетки да для разнообразия на уровнях есть свои особенности например паутина что-то цепляться за крюки но на этом как-то все игра экстремально просто единственный привлекательный и момент это мини-игры коих принципе есть несколько штук и наличие мультиплеера до четырех игроков включительно так что на вечерок и для компашки может быть и сойдет напоследок отмечу что в 2001 году по другому теле-сериалу выходил еще квест для геймбой колор ну это настолько все выглядит срато что я блин даже не могу терпеть на это смотреть а в 2019 вышла игра для мобилок которая судя по трейлеру представляет из себя какой-то недоклон симпсон да с лутбоксами мобильные же игра чем хотели ну и еще в 90-х был пинбол по первому фильму как я узнал что по первому фильму ну и да в него можно поиграть в виртуальном пространстве через игру пинбол effects вообще у меня как-то руки давно чешутся сделать полноценный обзор по этому пинболу пишите в комментариях если вас это интересует ну а по итогу относительно семейки адамс знаете даже как-то обидно что ли по этой франшизе нет ни одной действительно выделяющейся игры да есть неплохие представители но они как бы так сказать для узкоспециализированной аудитории нет чего-то такого что подходило бы сразу для большой аудитории если вот вспоминать например ту же санцов она смотрите по бэтмену годноту делала и по супермену тоже годноту делала она даже по гремленам хорошую игру сделала чего так с адамсами так дернуло так говно выпустите не понимаю в общем как я уже сказал мне просто банально обидно идея семейка адамс очень даже хорошие что называется непочатый край можно сделать всякое было бы фантазерка называется но как-то не суждено я не знаю от себя я могу порекомендовать версию ступа графикса она опять же довольно таки интересная и мало известны ну а за сим у меня пожалуй к вам на сегодня все пишите что думаете об этих играх в комментариях если есть возможность и желание поддержите канал все ссылки будут в описании как обычно всем спасибо за внимание до скорых встреч